Что мы поняли за эти 100 дней вторжения российских войск на территорию Украины? Киев не готов сдаваться, Москва не готова отступать. Что помешало взять Киев за три дня и как будут разворачиваться события дальше? Что потеряла Украина и что смогла отвоевать? Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в декабре 2021 года назвал дату введения войск РФ на Донбасс, оправдывая такой шаг якобы геноцидом в Украине. Не надо бряцать оружием, надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Почему Жириновский так уверенно называл эту дату? Он все-таки человек, который входил, пока не умер в топ российской политики. И по большому счету все вещи, которые произносил публично он, сейчас реализует Владимир Путин. Поэтому вместо Жириновского быстро было занято самим Владимиром Путиным. Возможно, они где-то этот вопрос обсуждали, но решение все равно было принято в последний момент. Полноценную войну с Россией предсказывал и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью телеканалу Апостроф ТВ еще в 2019 году. Это воздушная операция наступательная, МОСА до Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся. В ООС в операции обмене носил прорыв через Крымский перешей, выход на Новоковское водохранилище, чтобы воду в Крым дать. Наступление с территории Беларуси, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее. Воздушный десант. И вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22 года, самое критическое. Угрозы Жириновского и прогнозы Арестовича сбылись с минимальными погрешностями. 24 февраля Россия начала вторжение на территорию Украины, назвав его специальной операцией. Планировали взять Киев за 72 часа. Такие же сроки называли и в США. О том, что Киев падет через трое суток в случае вторжения России, 6 февраля заявили на американском телеканале Fox News, ссылаясь на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. Примерно так же рассуждали и в Германии, и даже не думали помогать Украине. В кулуарных разговорах с украинскими дипломатами немецкие политики говорили открытым текстом. Все закончится за считанные дни. Какой смысл нам вмешиваться? И сначала действительно все выглядело удручающе. Если посмотреть на карту начала вторжения, там фактически окруженный Киев, наступление на Чернигов. В решении предоставить территорию Беларуси для нанесения ударов по Киеву, кстати, в Буче они же оказались, потому что из Беларуси быстро доехали через Чернобыльскую зону. Мы это никогда не забудем. Наземные войска РФ зашли на территорию Украины в первые дни войны. Колонны двигались на Сумщину, Житомирщину. Столица и практически большинство крупных городов подвергались ударам крылатых ракет. Тем не менее, по данным украинской стороны, за первые 72 часа российская армия потеряла больше 5000 своих военнослужащих. Об этом заявляла замминистра обороны Анна Малер. Далее армия РФ столкнулась с поражением под Киевом. Они не знают ли и не знают нас, кто мы, что мы отдельная страна, которая ничего общего с россиянами не имеем. И когда люди живут в иллюзиях, они принимают преступные и страшные решения. Еще одним из факторов, который не позволил взять Киев за 72 часа и не сломил украинцев, стало то, что президент Зеленский не сбежал, остался в столице. Это мотивировало и мобилизовало граждан, считает политолог Алексей Якубин. И плюс, я думаю, что еще одним важным моментом был все-таки вот эта первоначальная недооценка, которая в итоге вылилась в то, что сама по себе российское войско оказалось проблемой с логистикой, другое восприятие населения, чем они рассчитывали, то есть никакого хлеба, соли и так далее не было. И в итоге это влияло дезмотивирующее на самих российских военных. Не только военные, теробарона, медики и волонтеры в городах Украины стали на защиту своей земли, но и сельские жители. Жители Демидова даже подтопили свое родное село, чтобы спасти Киев. Они намеренно разрушили дамбу на реке Ирпень, в месте ее впадения в киевское водохранилище. В результате в селе и окрестных полях образовалась трясина. Это существенно помогло остановить наступление российской армии на Киев. Украинские военные выиграли время для подготовки к обороне столицы. По словам украинских чиновников и солдат, этот шаг был особенно эффективным. Перед российскими бронетанковыми колоннами образовалось широкое мелковидное озеро. Плюс большие дожди, которые были этой весной, в том числе на Донбассе. То есть сама природа играла, на самом деле, в ряде регионов против российского наступления. И плюс локальное знание. Это, кстати, очень важный момент, который есть у украинских военных. Для них это как бы равная территория. Многие из них выходцы из тех территорий, которые они защищают. Для русских это абсолютно непонятная территория. Одним из поворотных моментов стало тактическое поражение РФ на переправе через реку Северский Донец в районе села Белогоровка Луганской области. С начала мая бойцы госпогранслужбы неоднократно срывали попытки российских военных пройти через понтонный мост. В результате десятками теряли своих солдат и технику. А о поселке Чернобаевка в Херсонской области уже пишут песни и смотрят новости о ней, как сериал. Российские войска используют военный аэродром в Чернобаевке как командный пункт. Но украинская армия уже 22 раза наносила по нему удары. Я бы силу и мощь российских вооруженных сил все-таки не преуменьшал, но факт остается фактом, что армия это сильная, большая, но солдаты в ней смертные. Российский генералитет не щадит личный состав, поэтому часто требует выполнения поставленных задач любой ценой. Именно таким способом им удается достигать определенных результатов. На данный момент российская армия оккупировала около 125 тысяч квадратных километров украинской территории. Это примерно 20%. При этом по состоянию на 23 февраля 2022 года под временной оккупацией было 43 300 квадратных километров или 7% украинской территории. У Украины есть союзники в лице НАТО, США, Евросоюза и Великобритании. Помогают оружием, санкциями и деньгами. Хотя так было и не с самого начала. Помощь начала поступать после того, как весь мир увидел, что Украина не сдается. Каждый ее защитник стоит за свой дом. А более мотивированного солдата быть не может. Такой армии не хватает лишь достаточного количества современного оружия. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это стало историческим шагом на пути к победе. И хотя основные поставки начнутся ориентировочно к концу лета, Украина уже получает от союзников разного рода вооружения. Противокорабельные ракеты «Гарпун» из Дании, самоходные гаубицы из США. А буквально на днях должны поступить и реактивные системы залпового огня «Химорс», которые особенно будоражат Россию. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в случае применения Украины РСЗО «Химорс» по территории России грозит ракетными ударами по центрам принятия решений. И тут он намекает не на Киев. Москва заметно занервничала из-за реальных поставок оружия Украине. Но в российских военных закромах все еще много техники и ракет. Они преобладают в небе, однако выучки военнослужащих, которая была у советских солдат, уже нет, говорят эксперты. Россия имеет огромный парк авиатехники, только по танке, в каком стане. Все, что было у них лучше, они, конечно, пустили все сразу. И пилоты, и летчики, и вертолеты. Более 700 летательных аппаратов Россия выпустила на территорию Украины с 24 февраля. Больше 200 из них сбила украинская авиация. За 100 дней войны уже появились свои легенды и настоящие секс-символы. Призрак Киева, народный герой, защитник неба над столицей. За этого парня не одна девушка хотела выйти замуж. Позже выяснилось, что призрак Киева – это собирательный образ всех военных летчиков Украины. Сначала его называли местником, потом все. Но почему-то людям, пользователям социальных мереж, больше доходов пришло привод. Ну, политические силы, но мы в пресс-службе, и в других, где у нас есть публичные страницы, мы не стали спорствовывать или подтверждывать. Люди в соцсетях начали писать, что призрак Киева вернулся и работает пока на южном направлении. Несколько дней назад украинский истребитель МиГ-29 уничтожил российский самолет Су-35. Тем временем Россия продолжает мобилизовывать резервы. Принудительно отправлять в зоны боевых действий мирных жителей из так называемых ДНР и ЛНР. В Москве, насколько я понимаю, они считают, что они еще могут что-то военным способом себе оторвать. А только после этого, возможно, они готовы сесть за стол переговоров. Возможно, выйдет административные границы Донбасса. То есть тот момент, какой бы российское руководство могло представить своему населению какую-то, в кавычках, давайте так назовем, победу. А огромная часть населения Украины вынуждена была оставить свои дома. Кто-то выехал в казавшиеся поначалу безопасными западные области страны, кто-то за границу. Всего с начала полномасштабного российского вторжения из Украины выехало 5,3 миллиона человек. 2,3 миллиона из них уже вернулись. Россия в войне с Украиной применяет тактику выжженной земли. Там, где не может быстро захватить территорию, просто все уничтожает. В Мариуполе не осталось ни одного целого здания. Практически разрушен изюм. Прямо сейчас равняют с землей с севера Донецк. За 100 дней полномасштабной войны на территории Украины разрушены больницы, школы, мосты. Больше всего пострадали склады. Разрушено 1178 объектов. На втором месте учебные заведения – 1123 объекта. На третьем – медучреждения – 643 объекта. В целом, с начала вторжения России на территорию Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 800 километров дорог, 6 300 километров железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 28 нефтебаз, 19 торговых центров. Общая сумма прямых убытков инфраструктуры уже превышает 105,5 миллиардов долларов. Задача максимум для России сейчас – открыть второй фронт на киевском направлении. Об этом заявил представитель киевской бригады терробороны ВСУ Андрей Ковалев. Он сообщил, что на границе с Беларусью сконцентрированы новые подразделения российских военных. Вступит ли в войну Беларусь, чтобы помочь России захватить Киев сто дней спустя? В ситуации, когда сам Лукашенко говорил, что через 34 дня все закончится, но он не вступил, то сейчас это выглядит совсем маловероятно. Насколько я понимаю, они проводят в том числе с странами Европейского Союза разные сепаратные переговоры на тему, что мы хоть и диктатура, но мы же не насилуем и на кого не нападаем. Война Украине обходится в 5 миллиардов долларов в месяц. Также, по словам Зеленского, на ней ежедневно гибнут от 60 до 100 военнослужащих. Россия же свои потери не раскрывает. По подсчетам украинской стороны, по состоянию на начало июня, они составляют больше 30 тысяч человек, что сравнимо с потерями в афганской войне, которая длилась 10 лет. Еще полтысячи российских военнослужащих на сегодняшний день в плену. Ключевая, скажем так, точка борьбы, это будет, конечно, летние месяцы. Ближе к осени я не исключаю, что со стороны РФ прозреют, условно говоря, и будут в большей мере готовы к реальным переговорам. Киев уже сейчас готов, насколько я понимаю, эти сигналы видны, к переговорам. Но переговорам не в стиле ультиматума. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. А чтобы не пропустить следующее, подпишитесь на новости Донбасса.